так ну рычаги почти готовы осталось вытащить переходник сюда втулку чтобы напрессовать это см3 саленблок единственный момент он сюда легко засовывается то есть но так совсем без он получается больше у него диаметр чем у стокового саленблока на миллиметр или два те кто делал в интернете писали что термоусадку надели но она просто так съезжает я посадил на клей и в принципе она очень туго держится саленблок этот работает в стороны то есть нагрузки вперед назад у него не будет нужно чтобы он просто сел достаточно плотно и все ну от руки чтобы натянулся с силиконом натяну и думаешь никуда не денется может быть поставлю сюда стопорную шайбу но вряд ли ну что выточили мне проставки попросила с хорошей стали чтобы не ржавела 45 к забыл попросить фаску снять нет сняли немножко но я еще все равно сниму чтобы не задирала серегу сергея боевышная оригинальная взял можно мы или было взять так у нас алин бог сначала запрессую а потом обойму все будет еще немножко внутри у меня в машине все легко залез получается что чуть-чуть будет выпирать можно сделать посредине я думаю это вообще не важно потому что мы потом будем надевать на рычаг до вот расстояния фаску я здесь снял сейчас нагрею серегу и буду запрессовывать сейчас подожду пока остынет саленблок и все в принципе четко должно зайти вот стрелка здесь ну так он будет надеваться ну все легенько зашло так без сильного напряга у меня пресс серьезный на 20 тонн поэтому особо не чувствую такая посадка я думаю где-то около 5 тонн плюс-минус может меньше я серьгу тоже нагрел прям четко четко стало в огонь вторую делаю буду ставить на рычаге один момент как я уже говорил они туго то есть легко засадятся но я надел термоусадку ну так с большего я сейчас насажу с силиконом и потом все вымою оклеить чтобы не сошли сошло до буквально миллиметр не хватало потому что им три рычаги они пошире отлично выходит за исключением этого момента никто в интернете не пишет что здесь диаметр гораздо больше чем я думаю если так вот покажу то будет видно что да здесь диаметр меньше на миллиметр 2 я замерял уже не помню ну это чубу ушный новый так будет еще плотнее я нагреваю чтобы меньше обоим в алюминиевую съела смазку туда еще вожу то нужно вот так вот перевернуть еще раз дожать чтобы было ровнее вот огонь немножко кориво но это не страшно сейчас поправим просто фаска снята специально скушенная шайба такая я ее использую в разных моментах чтобы вот где-то когда прессует сайлентблоки оригинальные у них здесь я специально шайбу скосил чтобы запрессовывать а здесь вот нужно для того чтобы на серьге бабушку эту не ставка можно еще прессовывать немножко алюминиевую свернула но это не страшно готово порой готов сейчас надену на рычаг да все таки чуть когда закусила срезала не страшно не страшно еще по меткам сейчас одену на рычаг так смотрите я одел он довольно плотно одевается но рукой его можно с силой снять вы вымыл все очистителем продул смотрите по заводу когда стоит этот сайлентблок сергей он стоит вот так расстояние от края сайлентблока до центра шаровой 291 миллиметр этот сайлентблок уже по высоте на 23 миллиметра то есть вот как раз на вот эту посадку которая выходит она здесь вот 11 11 с половиной миллиметров и прибавляем к 291 11 11 с половиной миллиметров ставим линеечку и здесь вот 302 где-то должно получиться вот я думаю что 302 302 с половиной я центр шаровый выберем все он когда закрепится он будет у себя стоять нормально дальше он не одевается уже большое расстояние могу подсказать кто боится что он будет слазить сверлить и здесь отверстие на 8 на 7 и восьмерку делаете резьбу сюда ищите какую-то втулку и шайба его чтобы он держал все он никуда не денется но у этого сайлентблока у него вот так вот рабочий ход то есть он туда не ходит вообще потому что рычаг ходит вот так когда вы тормозите либо набираете скорость он ходит вот так ну немного вверх-вниз но он плавает на шаровой нагрузки вверх-вниз нет основная нагрузка почему здесь стрелка только вот в этих поперечных направлениях вот так он стоит и ходит я уже второй рычаг показывать не буду я когда обую машина машину рычаги сделаю развал покажу свое мнение если вдруг что-то здесь будет не так я сделаю как я сказал но это уже на машине там проблем не составит мне вытащить и нарезать и подвинуть чтобы не снимать рычаг сейчас не хочу сверлить рычаг все на этом пока наверное видосик закончил так ну что вот оно примерно как выглядит вживую чтобы вы понимали о чем я говорил про расстояние и походу здесь шаровым да скорее всего это они стучат а с амортизаторами у меня все в порядке немного я проехал этот раз 40 я посмотрю потом может это из-за того что я масленки сделал так я снял рычаги повредил только одну шаровую что могу сказать правая шаровая стучит от руки наружнее прям прям чувствуется это легко ходит но стука руками нету это такая же вот это вот самая хорошая она еще даже не поворачивается я посмотрел на рычагах я прошел 70000 прошлый раз было восемьдесят девять и шприцевал шаровые 50 тысячах вот причина выхода из строя я думаю нагрузка износ но никак не шприцевание я эти не шприцевал не знаю не было мне желание хотя наверно надо было сделать может быть со временем еще 30-20 проеду сделаю интересный порядок цен когда я делал это лет пять назад наверно 14 долларов длинная шаровая была это девять сейчас длинная шаровая на белорусские рубли стоит 170 рублей это примерно если на 32 делить курс сколько 50 с плюсом баксов эти шаровые где-то по 120 рублей вот сами считаете ценник конкретный поднялся из-за того что польша закрылась вот но удалось польше купить два комплекта шаровых я себе один сделаю 2 эти рычаги поставлю продам рычаги я купил для того чтобы потом заменить быстро или оставлю себе в запас не знаю ну вот так сейчас я наверное вскрою посмотрю что там в шаровых я ради пыльников один пыльник только повредил не выходил рычаг ради пыльников сохранял то что пыльников старого и не найти порвешь там блин ищи не находил я в продаже но если только дешевую шаровую покупать с ним снимать добавить один блоки обычно ходят гораздо дольше видно что он чуть начал отрываться но он еще очень хороший то есть еще тысяч 30-40 он отъездит но уже можно все это снимать и ставить блин все дорогое стало капец сейчас но я хотел именно моей hd7 поставить ну что я скажу здесь вот смазка такая она не грязная то есть это учел коричневая понятно что она и будет потому что я добавлял синюю здесь белая и такая шаровая такая тугая то есть еще бы тысяч 10-15 отходила 20-90 вот это легче ходит совсем длинненько здесь ты смазки поменьше вот сейчас посмотрим ту которая испорчена да здесь здесь уже вот видно ржавчина то есть видимо попала может влага кстати этот пыльник слетел я помню куда я делал можете видос на канале посмотреть о она прям стучит ну это такая же какие-то все отличий отличий парик практически нету на этом все может быть допишу видос как поезжу на соленбоках м3 а а а а а а а Продолжение следует...